Волшебник У бедного старика было три сына. Посылает отец старшего. «Поди, наймись в батраки, все чего-нибудь заработаешь». Пошел старший сын в другую волость, а навстречу ему поп. «Наймись, Свет, ко мне, только чур уговор такой. Коли хоть на день раньше срока уйдешь, не видать тебе твоего заработка, ни копейки не дам». Молодец перечить не стал и нанялся к попу на год. Будет поп работника до солнышка, работать заставляет до темно, а кормит один раз в день не до сыта. От голода до тяжелой работы парень совсем отощал, на силу ноги волочит. «Коли до срока жить, живому не быть, совсем изведусь». Махнул рукой на заработок и с пустыми руками воротился домой. А попу того и надо, чтобы работник до срока ушел. Все тяжелые работы справлены и деньги целы. На другой год пошел средний брат в работники наниматься. И таким же манером, как и старший брат, полгода у попа мучился и тоже без копейки чуть живой домой приплелся. На третий год настал черед младшему брату в люди идти. Пошел он прямо к тому попу, где старшие братья горе мыкали. «Вот хорошо», – обрадовался поп. «Я как раз работника ищу. Рядись, платой не обижу, а уговор такой. До срока проживешь – получай все сполна, что ряжено. Если раньше уйдешь, пеняй на себя, копейки не заплачу». «Ладно», – отвечает молодец. И ударили по рукам. На другое утро ни свет ни заря будет поп работника. «Вставай, скорее запрягай, поедем за сеном на дальний покос». Покуда работник коней запрягал, поп успел плотно позавтракать, а работнику попадья дала всего две вчерашние картофелины. «Позавтракаешь в дороге, видишь, батюшка торопится, сердится». «Поехали». Только миновали околицу, соскочил парень с саней и закричал. «Постой, батюшка, я веревки забыл, сейчас сбегаю». Поп коня придержал броница, а работник прибежал, постучался. «Ох, матушка, батюшка велел принести каравай белого хлеба да три пирога с рыбой». Попадья припасы завернула, подала. Молодец прихватил в синях веревки, воротился. «Трогай, батюшка, веревки принес». «Ладно, хоть недалеко отъехали», ворчит поп. Покуда до места добирались, сено укладывали да увязывали, времени прошло много. Только к вечеру тронулись в обратный путь. Поп с переднего воза кричит. «Дорога ровная, без раскатов, я подремлю. А ты, парень, гляди, когда едем до развилки, надо влево держать». После того завернулся с головой в теплый дорожный тулуп и улегся спать. Работник пирогов наелся до белого хлеба, лежит на своем возу. Доехали до развилки и направил молодец коней не влево, как поп наказывал, а вправо. Влез на воз, посмеивается. «Проучу долговолосого, попомнит меня. Верст пятнадцать еще отъехали». Тут поп проснулся, огляделся, видит, едут не туда, куда надо, заругался. «Ох, будь ты не ладен, ведь говорил, держи влево. И о чем только ты думал, куда глядел? Как куда глядел? Да ведь сам ты и кричал. Держись правой руки!» «Видно, я обмолвился», подумал поп и говорит. «Ну, делать нечего, надо кружным путем ехать. Тут верст через десять деревня будет, придется переночевать. Время позднее, да и есть смертельная охота, прямо терпения нет». «А ты, батюшка, сенца попробуй», – работник говорит. «Я вот так славно подкрепился, сыт сетеханек». Поп надергал травы, что помягче пожевал-пожевал, выплюнул. «Нет, не по мне, это кушанье». Ехали еще час ли, два ли, показалась деревня. Привернули к самой богатой избе, к лавочнику. «Ступай», – говорит поп, «просись ночевать, у меня от голода руки-ноги трясутся». Работник постучался. «Добрые люди, пустите переночевать», – вышел хозяин. «Заезжай, заезжай, ночлега с собой не возят». «Да я не один», – шепотом говорит молодец. «Со мной батюшка нездоровый, вроде не в своем уме, так смирный, тихий. А как услышит, что два раза одно и то же скажут, как лютый зверь становится, на людей кидается». «Ладно», – хозяин отвечает, – «буду знать и своим закажу». Работник коней распряг, задал корм и помог попу слезть с воза. Зашли в избу, хозяева с опаской поглядывают на попа, помалкивают. Подошло время к ужину, накрыли стол, хозяйка промолвила. «Садитесь, гости, с нами хлеба-соли отведать». Работник сразу за стол, а поп ждет, когда его еще раз попочуют. Хозяева другой раз не зовут, не смеют, сели ужинать. Сидит поп в сторонке, злится на себя. «Надо было сразу за стол садиться». Так и просидел весь ужин, не солоно хлебавши. Хозяйка убрала со стола, постелила попу с работником постель. Молодец только голову на подушку уронил, сразу крепко уснул. И хозяева уснули. А голодному попу не до сна. Растолкал, разбудил работника. «Ой, есть хочу, терпения нет!» «А чего же ужинать не стал? Думал, еще попочуют!» «Приметил я», – шепчет работник. Около печки на полке горшок с кашей. «Поди поешь!» Поп вскочил, и через минуту снова будет работника. Горшок с кашей нашел, а ложки нет. Рассердился парень. «Ну где я тебе ложку возьму? Засучи рукава и ешь рукой!» Поп от жадности сунул в горшок обе руки, а в горшке был горячий вар. Третий раз будет работника, трясет горшком. «Ох, мочи нет, руки горят, и высунуть не могу!» «Да с тобой!» – парень ворчит. «Гляди, у стены точильный камень. Разбей горшок, и вся недолга!» Поп изо всех сил хватил горшком, только черепки полетели. В ту же минуту кто-то истошно завопил. «Караул! Убили!» Поп кинулся вон из избы. Вся семья всполошилась, зажгли огонь и видят, у хозяина вся голова зали товаром. Стонет старик. Сыновья хозяина приступили к работнику. «Зачем старика изувечили?» «Кто кого изувечил?» «И знать не знаю, и ведать не ведаю. А вот куда вы нездорового попа девали?» «Хозяева туда-сюда, и в сене, и на сеновал, все обыскали, нигде нет попа». «Вот видите,» – работник говорит, «хозяин-то уж очухался, а попа нет. Люди вы справные. Отпустите товару из лавки на сотню рублей. За мнем дело. А не то, в волость поеду, придется вам в ответе быть». Хозяева помялись-помялись, дали товару на сто рублей. Молодец подарки прихватил, коней запряг и поехал домой. Верстой от деревни отъехал, глядь, из соломенного омета поп вылезает. «Боялся, что хозяева тебя не выпустят. Хозяина-то ведь не я, а ты убил», – работник отвечает. «Тебе и во строге сидеть. Кто меня держать станет?» «Так разве до смерти?» «А ты как думал? Сейчас за урядником поедут». Поп руками всплеснул, трясется весь. «Ох, горе горькое, неужто нельзя как-нибудь уладить?» «Уладить можно», – работник говорит. «Я уж просил хозяев, мол, все равно старика не оживишь». «Ну и что?» «Да известно, что дорожаться». «Я ничего не пожалею, все отдам, только бы замять дело». «Просят пару коней до 300 рублей денег. Ну и мне за хлопоты хоть сотню надо». «Слава богу», – думает поп, дешево отделался. Отвалил работнику четыре сотинки, отдал коней. «Беги скорее, пока не раздумали». Работник отвел коней на гумно, привязал, помешкал там малое время, воротился к попу. «Ступай домой, ничего не бойся, все дело улажено». Поп пустился на утек, от радости ног не чует. А работник привел отцу пару коней и отдал деньги. И за себя, и за братьев получил от попа сполна. Вот и сказочке конец, а кто слушал – молодец. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова